МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все вместе принимать решение, все вместе быть ответственными за это решение. Это тоже очень важно. Желаю лично убедиться. Лучше один раз увидеть, чем все нас услышать. Мы однозначно по благоустройству вам поможем. Нужно быть последователем. Возьмем число, как раз, информацию по всем сетям. Спасибо. Мне все понятно? Непосредственно присутствие на месте всегда позволит проверять и контролировать ту информацию, которая поступает снизу. Любой руководитель, в моем понимании, должен периодически выезжать на те места, о которых он получает доклады, информацию, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Я оцениваю, как ход работы, достаточно уверенным. И компания имеет полный штат профессионалов, техники, мы все это видели. Мы вполне справимся с поставленной задачей. Может быть, мы можем сделать следующим образом. До улицы Шевченко он тоже поменяет сеть, надо будет еще раз сеть посмотреть. А вообще в процессе ремонта были какие-то жалобы от жителей, что-то такое? К нам лично не поступало. То есть все идет нормально по-соседски, да? Да. Перед ремонтом я созвонилась старшей школы, я предупредила, что мы реализуем рациональный проект культура, и у нас будет ремонт, что, пожалуйста, потерпите. Спасибо. Мне все понятно? Это то, что нужно в будущем, чем нужно заниматься, то, что она включается, да? Да. Ты за меня все рассказал? Да, Катя. Именно такой подход и должен быть. Здесь у нас есть вопрос тротуара на Мухино. Будут ли они здесь, когда октябрьская? Я так понимаю, что в рамках как раз комплексного ремонта... У нас на улице Мухино есть проект, полноценный проект. Поэтому в рамках этого проекта будет все работа выполнена, в том числе и татуара. А где вот это вам приносят? Вы это собирали? Сейчас уже приносят. До этого, пока это не было на всеобщем увоззрении, да, приходилось где-то меняться чем-то, где-то что-то покупать. Как вам понравился музей новый, да, в Урганщинске? Капсула времени. Ну, сказать, что понравился, наверное, не выражу эти ощущения. Он меня реально поразил. Поразил не только даже, наверное, набором, да, экспозицией своей, а вот этим духом, душой, которая вложена в этот музей. Пока на словах, вот так где-то отдельно. Это нужно, например, скомпоновать. Здесь нужно собрать прям, собрать в натуре композицию. Вы сейчас выдаёте нам подставку, как она должна выглядеть примерно. Мы её примерно с чего-нибудь делаем, расставляем и просто визуализируем это. Я сейчас по ватсапу накидаю разный вариант. Вообще, в целом, для всех будут правила одни. Что касается всего? Любой житель города, любая общественная, любая коммерческая организация, любое муниципальное структурное подразделение должны руководствовать едиными требованиями в этой отрасли. Единые требования, которые мы разрабатываем, будут созданы с помощью специалистов широкого круга. Это и юристы, это и биологи, это и финансисты. И вот эти требования, эти правила будут едины для всех. Именно мы думаем, что как раз-то такой комплексный подход с едиными правилами требований и позволит озеленение в городе сделать более, скажем так, качественным. Сейчас их нет? Я бы сказал, недостаточно. У каждого жителя города Благовещенска есть свое любимое родное местечко. Для меня это центр эстетического воспитания. Здесь прошло мое детство. Каждый день мы прибегали на занятия в хореографический ансамбль «Ровесники», где нас встречал педагог Вячеслав Васильевич Белоглазов, который научил нас танцевать, работать в команде, взаимовоспитанию, уважению. Я очень дорожу этим местом. Оно всегда раскрывает свои двери. И я знаю, что всегда меня здесь ждут. Это место мне нравится, так как здесь скопление архитектурных памятников. А самое красивое здание, которое мне нравится, это детская библиотека, конечно. Это, можно сказать, что маленький Санкт-Петербург такой кусочек. И так мне повезло, что я еще рядом здесь живу. И каждое воскресенье с детьми мы ходим в библиотеку, в детскую. Там есть игровая комната, и мы утро воскресное проводим именно там. Самое мое любимое место у нас в городе – это, конечно же, наша набережная. Особое место, наверное, занимает памятник Муравьеву Амурскому. Я по первому образованию заканчивал наш БГПУ исторический факультет. То есть для меня достаточно интересно изучать историю. Наша набережная, наверное, одна из самых красивых набережных вообще в России. Здесь большая часть жизни моей прошла. Объясню почему. Были городские соревнования здесь раньше по легкой атлетике, когда я в школе учился. Потом детская школа спортивная, дюша номер три. Я занимался футболом. Поэтому мы здесь каждый день бегали по всему парку кроссы. На данный момент здесь гуляем с родственниками, с племянниками. Потому что здесь поспокойнее, чем в городском парке. Парку дали вторую жизнь, поставили новые аттракционы. То есть есть на что посмотреть, чем заняться. Я на этом районе нахожусь, как можно сказать, живу с самого детства. Я учился в садике. Также потом пошел в 11-ю школу, закончил ее. Жил сначала в этом доме, потом в соседнем доме. То есть я все время жил в этом пятаке. И мне он очень нравится. Также на улице Трудовая Амурская. Я первый раз увидел свою жену, влюбнулся в нее. И с того момента я начал за ней ухаживать. Все, теперь у нас трое детей, и мы живем счастливо. Первое место мне очень нравится. Это парк перед Цефом, домом пионера. Для меня оно интересно, как для строителя. Потому что там сконцентрировано на небольшой площади. Очень много памятников архитектуры. Мне очень нравится это место. Ну и еще одно место для меня очень любимое, важное. Это парк, который недавно появился на улице Зеленая. Потому что в создании этого парка участвовало много людей. И это результат совместной работы администрации города. Прежде всего жителей этого района. Ну и меня как депутата. Почему любимое и важное? То есть я здесь вырос на КПП. Мы здесь ходили сюда гулять, когда еще в школе учился. Здесь, конечно, Тайвань уже не такая, как раньше. Тут стояло раньше 5 домов кирпичных, частный сектор и камыш болота было. Очень приятно, что сейчас на этом месте, где было еще 2 года назад то же самое болото, появились детские площадки, спортивные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В городе моем Пусть будет лета и в фонтанах света, все ярче день за днем. Расцветает моя земля. А.Семкин Корректор А.Егорова К нему город мой сын и я. И пусть годы летят, я с тобою навечно. Да, гляди за мечтой, знаю, будет дорога легка. Как нерливый мурбот, земный мой благовеще. Город славной, вместе в сердце звучит всегда. Вместе сможем мы счастьем твой каждый новый день наполнить. Вместе совершим сотни дел, веренных нам судьбой. Юности верны, будем гореть, дерзать и всё исполним. Просто будем жить, радостно город мой мы с тобой. И пусть годы летят, я с тобою навечно. Да, гляди за мечтой, знаю, будет дорога легка. Как нерливый мурбот, земный мой благовеще. Город славной, вместе в сердце звучит всегда. Эхо прошлого воздух безслышным минорам ворьётся, Чтоб напомнить о тех, кто свободу и мир отстоял. И мелодия эта в сердце призывно забьётся, Как прекрасная и неповторима моя земля. И пусть годы летят, я с тобою навечно. Так, гляди за мечтой, знаю, будет дорога легка. Герделивый морпост, светлый моргопеческ, Город славной, вместе в сердце звучит всегда. И пусть годы летят, я с тобой навечно. Не иссякнет в криках, мой бесценный источник тепла. Город славный мурбот, славный мой благовеще. Город верных друзей, вдохновением мира добра. Город верных друзей, вдохновением мира добра. Над нашим городом Город наш совсем не стар, всё больше молодеет. Лишь только старожил квартал, стойной повеет. И по улицам города пусть пройдёт ветерок. С ненавязчивым шорохом повметёт городок. Пробежится по крышам, по макушкам деревь. Чтобы город проснулся, встретив жизнь и напевь. Когда вечерняя пора приблизится к Амуру, Огни без гора наш тогда заполня всюду-всюду. И вновь в реке, как и всегда, стремится тот, кто любит. Здесь побродить хоть иногда, и счастлив этим будет. И по улицам города пусть пройдёт ветерок. С ненавязчивым шорохом подметёт городок. Пробежится по крышам, по макушкам деревь. Чтобы город проснулся, встретив жизнь и напевь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот снова день к утра спешат все люди по бульварам. Спешит рабочий и солдат-студент спешит не даром. Все это те, кто здесь живет, кто трудится и знает Что город наш чудесный дом еще прекрасней станет И по улицам города пусть пройдет ветерок С ненавязчивым шорохом подметет городок Пробежится по крышам, по макушкам дверей Чтобы город проснулся, встретив жизни на дверь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...